Да, смотрю я дальше про Осечкина и Филатева и замечаю, что это какую-то такую интригу, знаете, как между двумя любовниками. Короче, один любовник помогал очень сильно другому любовнику, а потом этот другой любовник взял, развернулся и насрал в лицо первому любовнику. Значит, Осечкин, послушайте, что он делал. Он развернул огромный шумих вокруг этого человека, то есть привлек СМИ, привлек адвокатов, привлек переводчиков. Ну, это были волонтерские организации, деньги. Шумиха помогла этой книге быть опубликованной, люди стали покупать эту книгу, чтобы эти деньги потом пошли в Украину. То есть, ну, люди стали заинтересованы благодаря этому Осечкину. В итоге Филатев сказал, пошел ты, Осечкин, нахуй, ты мне нахуй уже не нужен. Осечкин привез ему из дома свою собственную одежду. Просто подумайте, этот человек участвовал в расстрелах. Украинцев. А Осечкин из доброй души привез ему свою собственную одежду. Я не знаю, может быть, он и носки привозил, и белье, и зубную щетку. Ну, как бы, зачем? Зачем он свои вещи отдал Орку? Вот каким нужно быть дегенератом, чтобы я вот свою вещь сняла и сказала, вот Орк, ты расстрелял, теперь ты очистился, наноси мою рубашку. У Осечкина это уже как бы, ну, ты дурак. Короче, дальше. Он привозил, значит, звонит ему любовник, который, Павел Филатев, Осечкин, мне нужны бабки, 100 евро. Он говорит, сейчас приедет, садится в машину, привозит 100 евро. Бабки закончились, Осечкин, еще, 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 низи. На тебе еще 100 евро. А потом этот Павел Филатев говорит, я чувствую себя содержанкой, потому что, ну, мне неприятно постоянно просить 100 евро. Блядь, сука, ты из России уехал. Я не знаю, ты можешь идти работать, сделай что-нибудь руками, ногами, ртом. Не проси деньги, сука. Он жил в отеле, ему дали, украинцы, просто, вы просто послушайтесь, Осечкин ему устроил билет в джим, чтобы он не потерял свои прекрасные формы. Осечкин, ну, скажи честно, ты гей?